Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы, как и всегда, после выходных с вами на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и о том, что случилось на площадках и о том, что может на них произойти. Центральной темой остается распространение коронавируса в азиатских регионах, хотя по последним данным есть информация уже о том, что этот вирус проник и на другие территории, территории других стран. Действительно, самая настоящая эпидемия, пандемия, большое количество инфицированных, высокая смертность. Друзья, мы говорили о том, что в эти выходные, скорее всего, новостей будет очень много. Эти новости с негативным оттенком ударят по рисковым инструментам с открытия новой недели. Поэтому вы наверняка уже могли заметить то, что большинство финансовых активов стартовали новую пятидневку с гэпом, как мы, в принципе, и ожидали. Один из самых существенных гэпов был зафиксирован на рынке углеводородов. Это несколько процентов. Бренд сейчас скотируется на отметке 58,62. И очевидно, что угроза еще большего распространения вируса сейчас бьет по всему рынку нефтянки. И по Бренту, и по WTI. Честно говоря, с позиции логического обоснования того, почему нефть испытывает серьезный прессинг, можно взять за основу именно ту аргументацию, которую мы использовали еще на прошлой неделе. То, что действительно, из-за того, что сейчас происходит, из-за того, что вирус очень сильно влияет на транспортное сообщение, на спрос на авиаперевозки, разумеется, и не только, это, в конце концов, негативно отразится на спросе на углеводороде. Потому что у нас был пример, о котором мы также с вами говорили. Пример 2003 года вирус SARS, атипичная пневмония, тогда спрос на углеводороды просил больше, чем на 150 тысяч баррелей в сутки. Сейчас из-за именно степени распространения разных услуг, связанных с перевозками, из-за более высокого спроса считается, что если эпидемия, собственно, затянется, если ее не удастся локализовать и взять под контроль в ближайшие месяцы, друзья, то спрос на углеводороды пострадает значительно. И, возможно, мы будем говорить о снижении его примерно на полмиллиона баррелей в сутки. Это серьезный показатель, он уже влияет на то, что происходит в отношении всех рисковых активов. Важно отметить то, что вирус очень сильно сказывается уже сейчас на китайском потреблении. Как вы понимаете, что потребительский сектор – это один из основных драйверов для китайской экономики. И уже есть, опять же, предварительные накидки, что если потребление просядет процентов на 10, я думаю, что оно просядет еще значительнее, то это будет стоить экономике Китая не меньше 1,5% экономического роста. Сразу хочу сказать, друзья, что если вы, например, торгуете австралийцем и новозеландцем, это вам на заметку должно быть, потому что впоследствии именно спад Китая негативно отразится прежде всего на основных стратегических партнерах экономики Поднебесной. Поэтому, как я и рекомендовал раньше, австралиец и новозеландец сейчас очень хорошие кандидаты для того, чтобы их железобетонно продавать и рассчитывать на то, что эти пары потеряют не меньше фигур дальше. Друзья, по поводу позитива. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что сейчас очень трудно чему-то соперничать именно с угрозой распространения вирусной инфекции. На выходных были комментарии со ссылкой на ОПЕК о том, что страны ближневосточного картеля, скорее всего, продлят действия аналитического пакта. Но вот, судя по тому, как мы открылись, очевидно, что рынок плевать хотел на прочий фон. И сейчас все следят за тем, как распространяется вирус. Распространяется очень быстро, в частности, у китайских властей серьезные проблемы с его сдерживанием. Все это сейчас усугубляется фактом о китайском Нового года. Как правило, в китайский Новый год съезжается, собственно, сотни миллионов человек. Поэтому, наверное, масштаб распространения сейчас будет оценить очень трудно. То есть уже впоследствии, после того, как завершится период лунного Нового года, его, кстати, продлили до первых чисел февраля, не раньше конца февраля станет ясно именно география и масштаб распространения. Но я думаю, что нужно готовиться, друзья, к худшему. Поэтому в отношении риска мы можем сейчас возвращаться к каким-то классическим фундаментальным показателям, привычным для нас макроэкономическим отчетам. Но все эти релизы, они будут затмеваться плохими новостями по, к примеру, новому проценту летальных исходов, по новому количеству заразившихся. Их число постоянно, друзья, растет. Поэтому в отношении нефтянки сейчас, разумеется, в приоритете только лишь продажи. И эта тенденция не изменится до тех пор, пока весь вот этот негативный фон не начнет перекрываться сообщениями о найденном, собственно, лекарстве, о локализации этой вирусной инфекции и сокращении, собственно, очагов распространения и заражения. Что касается динамики прочих инструментов, в доллар-иена, 109.06 сейчас котировки, при этом на открытии мы видели уровни гораздо ниже, 108.72, это фактически минимум за последние три недели. Такая динамика отражает, опять же, спрос на иену как защитный актив. В эту среду Федрезерв пересмотрит процентные ставки, состоится пресс-конференция руководителя Джерома Паула, американского регулятора. Но, в частности, скажется ли это сильно на динамике доллара в плане того, что повлияет ли на доллар перспектива изменения монетарной политики, я думаю, друзья, что нет. Поэтому сейчас доллар-иена, безусловно, также интересна для продаж, потому что здесь балом правится спрос на защитный инструмент японскую валюту. Золото, тоже как один из защитных активов, сейчас растет 1578 долларов за тройскую унцию. Вопрос времени, это теста 1600, то есть держим длинные позиции, как мы раньше это и делали, сейчас все идет к тому, что восходящая динамика сохранится. Евро против доллара 1.1027, европейская валюта, так же, как и любой другой риск, сейчас будет испытывать давление. Кроме того, хочу отметить, что против евро сейчас и политика Европейского Центрального Банка, потому что как бы из дуплета стрельнула Кристина Лагард на прошлой неделе. С одной стороны, это через конференцию после заседания Европейского Центрального Банка, где она намекнула, да и не намекнула, а точно сказала, что политика будет оставаться ультра-мягкой. И потом ее пятничное еще выступление на Международном экономическом форуме в Давосе, где она еще раз обозначила проблему низкой инфляции, которую не удается решить. И, разумеется, комментарий о том, что без вот этих беспрецедентных мер экономического стимулирования ситуация была бы хуже, убедила участников рынка в том, что Кристина Лагард, скорее всего, впоследствии уже войдет в историю, как человек, который больше снизил процентные ставки, сильнее и увеличил программу количественного смягчения. Мы, друзья, ждем этих мер и, соответственно, давно уже продаем евро. Фонд против доллара 1.3057. Британской валюте особо не помогли данные по активности в производственном секторе и сфере услуг, потому что, в принципе, к сильным отчетам сейчас вопросы. То же самое можно сказать и про еврозону. Я вообще не понимаю, как мы могли увидеть сильные отчеты по производственному сектору Германии и еврозону в целом, когда констатировали такой промышленный спад. Поэтому, считаю, какая-то ошибка могла все-таки закраться в статистику. Нужно проверить ее временем, то есть последующими неделями и месяцами. Но думаю, что все-таки логика восторжествует. И мы убедимся в том, что активность производственного сектора и, в принципе, ведущая экономика всего валютного блока остается под давлением. И, опять же, именно поэтому Европейский Центральный Банк активно стимулирует монетарную политику. В отношении фунта ситуация такая же. Последствия Брекзита. Мы готовимся к тому, что Англия сейчас выйдет из состава Европейского Союза. И потом будет период, друзья, затяжных переговоров. Мы ждем 30 января, то есть предстоящий четверг, когда Банк Англии, скорее всего, снизит процентную ставку. И в связи с этим фунт будет оставаться под давлением. Я, как и раньше, ожидаю британца в районе отметки 1,28. Австралийцы продаем, как уже было сказано. Мы тестируем уже, буквально перед тем, как начал брифинг, третий раз уже планку 0,68. Но, думаю, мы ее сейчас пробьем и пойдем ниже. Доллар канадец 1,3160. Роничные продажи не разочаровали. Но то, что происходит с нефтянкой, друзья, сейчас топит канадца. Мы не сможем вернуться к ставке на укрепление канадского доллара до тех пор, пока не будет ясность, потому что произойдет с нефтью. А в отношении рынка нефти сейчас уже было сказано из-за панических настроений и того, как вирус скажется на спосе, только лишь продажи. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.